Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Улыбаемся и машем. Что называется? Утро на Болткоме начинается. Олег Пек, Александр Шунин, если с вами пятница, прекрасное время года. Хотел сказать, но оно как и есть. Прекрасное время утра и прекрасная погода сегодня нас ожидает. Такая предвыходная. Мягко мы вольемся в субботу. И как это что-то там, вольемся в эту сказочную зарю. Ну и не будем забывать о том, что впереди у нас еще прекрасный конкурс, где мы разыграем подарочки, вкусный холодный чай как раз для такой жаркой погоды. Встретимся с Константином Рангсом. Будет очень много интересного. Но сейчас время для киевского времени. Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга? По будням на радио Болтком слушайте программу «Киевское время» об истории, культуре, современной жизни Украины. О героях прошлого и настоящего. Киевское время на радио Болтком. И вот они, герои настоящего в нашей студии. Родион Гордин, автор-исполнитель песен. Здравствуйте, Родион. Привет, доброе утро всем. И певица с псевдонимом Настунина. Доброе утро. И раскроем тайну Настунина. На самом деле зовут Анастасия. Анастасия Яценко. Доброе утро. Доброго ранку. Спасибо, что нашли время. В это очень сильно раннее для исполнителей. Да, время присоединиться к нам, да еще в живую, да еще и в студии. Дорогого стоит. Мы за ламповое исполнение, да. И очень рады снова оказаться здесь с вами, с умными и красивыми людьми. А, я помню, пожалуйста. Сегодня состоится премьера песни Настунин. Но, в общем-то, она не настолько олдскульная, как сейчас прозвучала в твоем исполнении. Про ламповое вот это вот все. Наоборот, ритмы современной эстрады. Ну, Анастасия, она современная девушка. Я-то чуть-чуть ламповый уже в силу многих обстоятельств. Ну да, ну вот мы здесь. Мы, в принципе, мы за живое общение. Мы по-старинке. Анастасия, может быть, несколько слов расскажите о себе. Каким образом сложилось так, что вы начали заниматься музыкой? И что, вот как сложилась ваша карьера в Украине? И теперь здесь как вы планируете? И, в конце концов, что привело вас к Ордиону? Да, конечно. Я занималась музыкой всю свою жизнь. Вот. Это, наверное, призвание, если так можно сказать. А когда ощутили его? Когда ощутили? Ну, если быть точной, то моё первое выступление было в 4 года, которое произвело большой фурор. И с этого времени я не переставала петь ни на один день. И производить фурор. Да. В основном я занималась фольковой музыкой, народной музыкой, пела в хоре, в ансамблях. Вот. Но уже когда приехала в Ригу, вот, я познакомилась с Родионом, и мы решили сделать общий проект. Вот. Общий проект — это сегодняшняя песня. Ну, подождите, это ограничивается одной песней, или проект может продолжаться? Мы, да, мы работаем сейчас. Я, может быть, ещё добавлю, как это с моей стороны всё происходило. То есть, получилось так, что у меня была идея, концепт песни, которую вот мы сегодня услышим в исполнении Насти. И изначально я вообще задумывал эту песню как песню на латышском языке, которую я показывал нашим местным артистам. И одним из этих артистов оказалась Катрина Гупола, которая на тот момент была занята фестивалем. И она сказала, я сейчас просто не потяну заниматься и этим, и этим. И она предложила, она говорит, у меня есть девочка из Украины, которая могла бы здесь очень классно вписаться в эту всю композицию. У неё такой очень необычный вокал. И мы встретились, я послушал, мы сделали пару пробных таких записей, и я понял, что это что-то, то, что я бы точно не делал бы сам, вот, сам то, что бы... Я бы никогда не сделал сам. И я подумал, что это очень интересный опыт, и это то, что может быть такое необычное. И мы решили, в общем, это сделать, как оно будет, и получилось... Мне кажется, мы все сказали вау, когда мы услышали то, что мы услышали. И я до сих пор не знаю, что будет с этой песней. То есть Александр мне сегодня сказал, что ему очень понравилось. Ну, я ещё и вчера сказал, сегодня повторил. Это абсолютно искренне вчера. Эта песня у меня звучала на репите. Я был, ну, не то чтобы удивлён. Это несколько принизит твои, может быть, предыдущие достижения. Удивлён я не был. Я был обрадован. Я действительно получал наслаждение разом за разом, вот как те самые мышки во время известного эксперимента, там, нажимали они на кнопочку дофаминные всякие дозы. Вот твоя песня, ваша песня, вот эта вот дофаминная доза. Ну да, я тоже, я как музыкальный продюсер, я тоже всегда стараюсь каждый раз делать что-то, чего я не делал ранее, и сделать это лучше, чем это как презентация новых телефонов. Да, это самый лучший телефон, который мы сделали до этого. То же самое я пытаюсь делать с песнями, что каждую песню, которую я делаю, я говорю о том, что это лучшее, что я делал на сегодня. Ну, то есть для себя, по крайней мере, если я сам себе могу так сказать, то окей, все получилось. Ну и я отвечаю на вопрос, будет ли это еще как-то такая продолжительная история, или это закончится на одной песне. Сейчас мы работаем, у нас, в принципе, уже есть следующая песня, которая еще требует пока каких-то доработок, но, в принципе, пока Настя здесь, пока у нас складываются довольно легкие и хорошие отношения, я, в принципе, работаю с теми, с кем у меня складываются легкие и хорошие отношения, мы пока будем продолжать делать музыку, да. Анастасия, поскольку у нас программа называется «Киевское время», может быть, несколько слов о том, как вас принимают здесь, насколько Латвия открыта, дружелюбна для тех, кто приехал, сейчас сбежал с Украины от войны, насколько, может быть, какие-то есть вещи, какие-то нюансы, которые вы бы, ну, хотели бы подсказать, которые можно было бы исправить, может быть, есть какие-то вот проблемы, которые можно было бы изменить. Латвия очень дружелюбная страна, здесь очень приветливые люди, все абсолютно идут на помощь, если что-то вдруг нужно, и даже если не нужно, вот. В принципе, я могу только сказать спасибо за такой теплый прием, и что здесь все люди открытые. — Легко ли вам найти в Латвии себе применение? Все-таки певица, все-таки взросшенная на украинском фолке? — Ну, сейчас, я думаю, настало время экспериментов, и то, что можно чуть-чуть отойти от фолька, ближе к эстраде, наверное, это, мне интересно с этим поработать и как-то посмотреть на себя с другой стороны. — Удается ли вам выступать перед латвийской публикой, как принимает она, то есть с каким репертуаром, с фолк-музыкой или, может быть, с какими-то другими? — Да, я уже выступала в Латвии, и в основном это украинские народные песни, которые публика очень хорошо принимает, неважно, что там непонятный текст, потому что другой язык, но музыка, она объединяет. Тебе не обязательно знать язык, чтобы получить удовольствие и наслаждение от того, что ты слушаешь. — В таком случае вопрос обратного характера. Удалось ли вам в какой-то мере познакомиться с латышскими народными песнями? — Да, удалось. Когда Катрина Гупполо, она организовывала фестиваль, и она сделала такую коллаборацию латышских и украинских музыкантов, когда мы вместе пели. И да, у меня был опыт, что я пела латышскую народную песню. — На латышском языке? — На латышском языке, да. — И вы понимали текст уже на тот момент? — Ну да, да, да. Нужно же знать, о чём ты поёшь. — И что это была за песня? — Я не помню, как она называется, но я могу напеть. — Конечно. — Я надеюсь, что у меня нет проблем с произношением. — У вас восхитительное произношение, но мне, наверное, одному показалось, что в этот момент латышская народная песня мягко превратилась в украинскую. Но всё-таки есть интонации. Прекрасно. — Это же и делает фишку, что это такой необычный акцент. — Музыка объединяет. Вот и иллюстрация. — Касаемо песни, которую мы вскоре услышим, что можно сказать о ней? Чему она посвящена? О чём в ней поётся? — Изначально идея песни была о том, чтобы рассказать всему миру, что то, что сейчас происходит, это касается каждого. Нельзя закрыть глаза и делать вид, что это не моё. Это всеобщая трагедия. И поэтому это идёт обращение к людям, что мы все с вами в одной лодке, что неизвестно, куда нас приведёт судьба. И просто чтобы хоть на чуть-чуть, хоть на секундочку задумались, остановились и послушали. — Задумались, остановились и послушали. Если это не сигнал и не намёк, то я не знаю, что тогда сигнал. — Итак, премьера песни, официальное её название? — Долы. — Долы. — Тоже по-нашему. Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова